Екатерина окончила одну из старейших школ Видного год назад. Иногда она заходит в родные пенаты пообщаться с преподавателями. Сегодняшний ее визит принес приятные эмоции. Школа преображается к новому учебному году. Действительно замечательная школа, которая выпустила очень много хороших людей. Я очень искренне рада за то, что теперь нынешние ученики придут в эту новую обновленную школу. В актовом зале в три смены трудятся специалисты. Здесь полностью заменят проводку, отремонтируют полы, выровнят стены, установят пластиковые стеклопакеты. Сцена тоже будет новая. В общем, капитальный ремонт помещения. Кроме того, в здании школы продолжится замена окон, которая началась в прошлом году. К первому сентября отремонтируют и другие общеобразовательные учебные учреждения. Мы делаем текущий ремонт. Есть предписания и органов Роспотребнадзора. Это по четвертой школе. Мы лицензируем там медкабинеты, части делаем учебных классов. Мы делаем частично капитальный ремонт в пятой школе. У нас там замены окна, полностью сделаны системы канализования, электроснабжения, туалеты. Значит, ремонт это можно будет отделать. Сейчас идет процедура по ремонту кровли. Одним из значимых проектов, реализуемых к началу учебного года, является строительство пришкольных стадионов, которые будут отвечать самым современным требованиям. На них можно будет сдавать нормы ГТО. Такие стадионы появятся возле ВХТЛ, школы номер 6. Также отремонтируют стадион возле гимназии Видновской школы номер 7. Самое главное, что воспользоваться спорткомплексами смогут и жители близлежащих домов, как дети, так и взрослые. Новый стадион, правда, в мини-исполнении, появится и в детском саду номер 1. Кстати, впервые в истории журавушки. Прорезиненное покрытие уже готово, на днях установят спортивный инвентарь. Это часть реконструкции территории дошкольного учреждения. В рамках проекта такое же безопасное покрытие уложили на всех игровых площадках, появились новые веранды, улучшили уличное освещение. Ремонт коснулся и фасада, и внутренних помещений. Нам полностью поменяли окна, поменяли водопровод, пожарные гидранты нам установили. У нас не было никогда их. Полностью отопление заменили, кровлю. Ремонтные работы в той или иной степени проводятся во всех дошкольных учреждениях. Таким образом, в новом учебном году не только школы, но и детские сады встретят своих воспитанников обновленными. Татьяна Снежко, Евгений Петров, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.